МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видеть близкого человека, прикованным к постели, очень больно, особенно если заболевание настигло его внезапно. И в таких ситуациях люди часто теряются, не понимают, как выполнить врачебные предписания, а часа даже и как общаться. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору», и вы обязательно нам звоните. Но сегодня в нашей студии нет доктора в привычном понимании этого слова. В рождественские, в святочные дни хочется больше добра в свою жизнь, в свои дела. И вот поэтому сегодня мы будем говорить про обитель милосердия. Я представляю вам старшую сестру Елизавета Варваринского, сестричества Ольгу Васильеву, и священника Сергея Крейдича, клирика храма в честь трех святителей. 202-11-22. Это телефон прямого эфира. Вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы. Наверняка они у вас появятся. А я хочу начать, знаете, с чего? Для людей, для многих нет разницы. Обитель милосердия, дом престарелых, богадельня, что-то еще. А на самом деле разница, она есть? Ну, безусловно, есть. Потому что дом престарелых – это больше такое официальное название, куда попадают люди, у которых вот как-то к концу жизни уже не сложилось что-то с жильем, с родственниками, как угодно. А вот обитель милосердия – это то, где предлагают также еще и душепопечение. И в этом плане в сложную ситуацию может попасть человек вне зависимости от возраста. Вот он по ЮНЕСКО уже в дожитии или вот он еще нет. Поэтому обитель милосердия, безусловно, шире, чем дом престарелых. Я думаю, вы достаточно лаконично сформулировали различий гораздо больше, но о них, вот, видимо, в течение программы мы расскажем. Ольга Вячеславовна, около 60 сейчас, ну, сразу поясним, поясним, что не пациенты в обители, а насельники, да? Около 60 человек сейчас у вас в настоящее время. А вот кто эти люди? Почему они вообще там оказываются? Ну, обитель рассчитана на то, чтобы в ней находились люди тяжело больные. Люди, которые требуют постоянного присутствия человека, да? Люди, которые не могут себя обслуживать. Это так называемые инкурабельные лежачие больные. А мы уже вот начали говорить о том, что это не обязательно престарелые люди, да? Нет, это не обязательно престарелые люди. Это могут быть и молодые люди, которые попали, ну, например, в аварию, да? И получили серьезные травмы. И жизнь у них сложилась так, что они не могут обходиться без помощи. Там не только лежачие больные, да? И люди, которые могут передвигаться самостоятельно? Есть люди, которые передвигаются на колясках либо с помощью. А все-таки какие заболевания, вот что можно перечислить, кто? Ну, это люди после перенесенных инсультов, инфарктов. Это люди с деменцией, с когнитивными нарушениями. Это люди после тяжелых травм, аварий или падений с высоты, или ампутации ног. А я правильно понимаю, что там насельники живут как постоянно, так и временно? То есть кто как? Ну, у нас в основном живут постоянно. Даже те, которые приезжают временно, мы ненадолго, мы на месяц родственники оставляют. И говорят, что нам нужно там съездить в отпуск или какие-то командировки. А потом остаются у нас. Вы сказали уже, что родственники оставляют. То есть получается, что даже те, кто постоянно, они не обязательно одинокие и никому не нужные люди? Нет, конечно. Вообще это такое событие в жизни семьи, Когда появляется тяжело больной человек, лежачий, например, больной. И тогда жизнь разделяется до и после. Поэтому родственникам нужно работать. Это во-первых. Во-вторых, нужно уметь правильно ухаживать. Не все знают, не все умеют. Потому что осложнения, которые возникают из-за неправильного ухода за лежачим больным, они бывают так, что наносят гораздо большее страдание человеку, нежели его основное заболевание. Если вы опоздали к началу программы, я для вас сообщаю, что сегодня мы говорим про обитель милосердия. У нас в гостях старшая сестра Елизавета Варваринского, сестричество Ольга Васильева, и священник Сергей Кредич, клирик храма в честь трех святителей. Наш менталитет, я имею в виду русский и российский, он ведь против того, чтобы отдавать своих родственников, родителей в казенное учреждение. И иногда даже против того, чтобы нанимать сиделку. И очень многие как раз не делают этого, именно исходя из каких-то моральных соображений. Хотя действительно это и тяжело, а подчас и невозможно. Вот можно ли вообще как-то судить о моральности таких действий? Ну, вообще, разумеется, моральное измерение есть, и оно очень сильно. Тут действительно мы констатируем, просто констатируем разрыв между традиционной ментальностью, да. То есть как же так вот своего близкого родственника взять и вот не дома держать. Но с другой стороны, в то же время мы должны констатировать, что уже давно изба пяти стенок, где живут три поколения, не является реалией. Где там внучка может присмотреть, где-то мама пришла, где-то бабушка за внучкой, где-то старшая дочь за бабушкой. То есть уже такой вот конгломерации нет, и она уже не вернется. То есть на самом деле даже попорники современного вот и современных традиционных ценностей и вовсе не мыслят себя в избе пяти стенки с тремя поколениями. То есть в этом плане уже было сказано, действительно, если есть возможность лучших условий, то есть в этом плане не то, что не все могут, даже не все готовы учиться, как правильно поворачивать, как делать уколы. То есть это такой навык, который у человека все время отсутствует. И в целом это тоже тяжелый моральный выбор, когда, если вот, когда совершенно справедливо было сказано, есть необходимость в постоянном присутствии человека, то готов ли человек оставить работу, готов. Вот эта вот извечная дилемма даже сейчас вот с этой ситуацией коронавируса, вот что больше, лучше, навестить лишний раз родителей или все-таки побыть с детьми. И эта дилемма никуда не девается. Ольга Вячеславовна, ну а вот сами насельники, все ли они смиренно принимают эту ситуацию и все ли не обижаются на своих родных за помещение в обители? Ну, тут нельзя сказать, что вот 100% не обижаются или 100% обижаются. Ситуации, конечно, разные бывают. Обеды чаще всего присутствуют тогда, когда родственники поступают нечестно по отношению к престарелым родителям или тетям, бабушкам, да, когда, например, бабушка была нужна-нужна, переписав жилье, не сказав, обманув даже ее, что она едет в пансионат временно, и ее заберут. Вот здесь обидно, да, здесь им обидно, потому что бабушка ждет, что ее вот-вот заберут, а внуки не едут, не едут и не едут. Вот. А так мы стараемся сделать все для того, чтобы жизнь их разнообразить. Нам не скучно, нам некогда скучать. А вот давайте мы сейчас не будем голословными и сходим на экскурсию к вам в обитель, посмотрим сюжет. А я опоздала сюда лет на 15, у меня тогда были ноги. Работала так, что с ног валилась. Эта фраза актрисы Самарского драматического театра стала пророческой, но к Людмиле Федосеевой больше нет. Более 60 лет на сцене, около 50 сыгранных образов, кумир публики, Самарская театральная муза, как после такой биографии принять себя беспомощно, ставшую для близких тяжелой ношей. Вот я сюда, когда переступила порог, меня так дочка привезла, оставила и уехала, потому что карантин, и нужно было тут одной осваиваться. И вот было такое ощущение, что я вошла в церковь. Смена ролей и декораций может случиться в жизни каждого. Над этим не властны ни статус, ни возраст, ни деньги. И лишь участие и забота останутся единственным мостиком между жизнью и угасанием. Я огурца хочу соленого. Соленого огурца принести, да? Соленый огуречек. Да посолить немножко. Обитель милосердия в честь великомученика Дмитрия Солонского работает в Самаре больше года. Здесь живут люди после инсультов, тяжелых травм, пациенты с деменцией, нуждающиеся в палеоативной помощи. За ними ухаживают сестры епархиального Елизавета Варваринского сестричества. Именно ухаживают. За каждым индивидуально. И в этом огромная разница между работой и служением. Приходишь как домой сюда. И общаешься с ними как с детьми. Они приносят радость. Даже огорчения нисколько не получаешь, а именно радость. Какие-то вот свои они там прибаутки, частушки там расскажут. Дедушка у меня тут любимый есть. Он всегда целует меня. Да. Бабушки. Всех очень люблю. И этим отличается работа от служения. Пожилые и больные люди капризны. Даже родным бывает трудно найти с ними понимание. Не хватает времени и сил. И тогда они перестают цепляться за жизнь и тихо уходят. В обители видели много чудесных историй. Михаила вот парализованным выписали из больницы умирать. А он встретил здесь свою любовь и встал на ноги. Ухоженные и залюбленные насельники получают множество маленьких радостей. Пристанище, приют, очаг, угол, кровь, крыша над головой. У слова «обитель» много синонимов. Истина же в том, что здесь дружат, любят, горюют и радуются, превозмогают боль и страх, помогают сестрам и друг другу, учатся верить и становятся родными. Вот я, например, счастлива здесь ухаживают. То есть я иногда думаю, вижу, иногда даже до слез. Я вижу, что им тяжело. Я свой крест несу, они свои несут тоже. Дай Бог им всем здоровья. Даже через экран у вас такая теплая атмосфера. Да, вернемся к жизни, к насущному дню. Уход за тяжелыми больными. Я так понимаю, это вообще очень непростое дело. И недостаточно ведь найти помещение, и вот у нас уже обитель. Нужно наверняка какое-то специальное оборудование, специальные приспособления. Мы видели вот у вас специальные кровати, что-то еще. И прежде чем вы расскажете мне об этом, давайте мы послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наш родственник очень с большим весом, мы дома не справляемся с гигиеной. Как вы справляетесь? У вас же там сестры все худенькие. Лежачий, больной, да, у вас? Да. Как мы справляемся? Как вы справляетесь, да, с тяжелыми? Ну, для того, чтобы справляться с грустными людьми, да, есть... Мы для этого учились. Есть специальные приемы, я вас уверяю, когда сестра в 50 килограмм может легко перевернуть, перестелить, поменять памперс человеку 100, 120, 130 килограмм. Ольга Вячеславовна, раз вы уже... Плюс есть приспособления специальные, и кровати, конечно, многофункциональные. Ну, надо же еще человека отвезти, помыть, вернуть обратно, положить на кровать. Ну, во-первых, есть приспособления, а во-вторых, у нас есть братья в обители, которые помогают. У нас же не только сестры служат, у нас есть и мужские крепкие руки. Я вас сначала про оборудование спросила, но вот вы заговорили про то, что этому нужно иметь, нужно уметь это делать, нужно иметь специальные навыки. Ну, конечно. А вот откуда ваши сестры эти навыки имеют? Ну, во-первых, все сестры, которые у нас служат в обители, имеют либо медицинское образование, хотя у нас нет такого требования, но все сестры имеют компетенцию младшей медицинской сестра по уходу за больным. В рамках гранта православной инициативы мы получили денежные средства, и все сестры были обучены в 30 человек именно навыкам ухода за тяжелобольным. Плюс у нас есть взаимодействие с патриархией, вот, у нас проходят обучающие форумы, к нам приезжают, мы выезжаем на различные конференции. И плюс еще до того, как мы, у нас появилась обитель, сестры, милосердие и братья несли свое служение в клиниках медуниверситета, в 4-й больнице. То есть, вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и главных врачей, и медперсонал, которые очень терпеливо нас обучали, буквально были рядом. И, вот, то есть, имеют поликлинический и поликлинический опыт тоже. Хорошо, но наверняка же у них нет медицинского образования, ну, по крайней мере, у большинства. Люди, вы правильно говорите, тяжелые и больные, и медицинская помощь им требуется. Как в этих ситуациях вы? Все жители, все насельники нашей обители в обязательном порядке, как только поступают к нам, тут же прикрепляются к городской поликлинике номер 4. Вот. И нас обслуживают врачи 4-й поликлиники, и к нам врачи по вызову всегда приходят. И терапевты, и неврологи, и, если нужно, урологи, и, если нужен хирург, то есть, эндокринологи, к нам приходят всегда. Отец Сергей, героиня сюжета сказала такую фразу, мне надо было попасть сюда на 15 лет раньше, и тогда у меня не отняли бы ноги. Я думаю, это все равно про душу. И вот выражение «пора о душе подумать», мы его часто же в жизни слышим, да, и мы же его слышим, как правило, в обращении к пожилым людям. Вот. Насколько это «подумать о душе» действительно работает в отношении насельников, людей, которые вот в тяжелом состоянии приезжают и попадают в такие условия, непривычные для себя? Ну, тут рискну сказать, что по-разному, потому что вот тут очень важно произнести, что у обители нет фильтров на входе. То есть, что вот верующий ли ты, прочтешь ли ты символ веры, из такого прихода, какой стаж. То есть, в этом плане бывает даже так, что люди обращаются именно к сестрам милосердия, будучи сами не слишком верующими, потому что у сестер есть еще внутренний такой контроль, что вот сестра, она рассматривает свою работу как служение. То есть, это, конечно, можно посчитать, сколько человека часов, но для нее это служение, и это вот то, что сейчас утрачивается. То есть, когда с тоской говорят, ну что такое, говорит бабушка, привезли меня к доктору, а он мне прямо и сказал, что у меня на вас пять минут, и у меня очередь еще из детей таких, как вы, поэтому давайте, давайте, давайте. То есть, в этом плане действительно есть запрос на то, чтобы, ну, даже просто вот доктор так же думал и о душе, как вот сестра, она в том числе, рискну сказать, занимается и душепопечением. То есть, другой вопрос, все ли этого ожидают, и другой вопрос, все ли в полной мере представляют, каково это в обители милосердия, где нельзя, например, курить, где есть какие-то также еще и правила нравственного поведения. То есть, ну вот, в этом плане действительно, ну, а насчет думать о душе, ну, я должен сказать, что думать о душе нужно в любом возрасте. Тут вариантов особо нет. И более того, так же скажу, что постепенно люди приходят к тем моментам, которые церковь уже многие столетия проповедует. Что там некая воздержанность в еде, дисциплина в режиме дня, там, и так далее. То есть, то, что кажется неочевидным, да. Про еду-то бабушка рассказывала просто, даже захотелось поехать к вам пообедать. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, вечер. Добрый, у меня вот такой вопрос. Я так понимаю, что ведь с пациентами у вас бывают и люди, например, со старческой деменцией. Знаю, что среди таких людей, у которых старческая деменция, часто бывают психические расстройства. Вот, и эти люди, ну, как бы могут проявлять какую-то определенную агрессию в адресных окружающих. Как, каким образом, как вы справляетесь с такими людьми, ведь, наверное, это все-таки опасно и для остальных, или они у вас живут как-то отдельно. Скажите, пожалуйста, вопрос. Да, спасибо за вопрос. Изолируете ли вы их? И вообще есть такие проблемы? Мы, есть у нас люди с деменцией, с когнитивными нарушениями, но как только человек к нам приезжает, мы согласовываем с родственниками, если видим отклонения психические, да, вызываем психиатра. Вот, и у нас находятся люди, те, которые не опасны для себя и для окружающих. У всех есть заключение врачебной комиссии о том, что он может находиться в пансионатах общего типа. Это обязательные условия. Как вообще человек попадает, вот с улицы кто-то пришел, вы сразу его помещаете в обитель, как это случается? Нет. Сразу вот так вот с улицы к нам в обитель попасть невозможно, вот, потому что есть ряд требований, которые просто необходимо выполнить. Это, в том числе, это пройти анализы определенные, нужно сдать, нужно сдать мазки. Мы должны быть уверены, что человек, который к нам поступает, он поступает в нормальном соматическом состоянии, потому что мы не являемся лечебным учреждением, мы осуществляем только социальный уход. Вот, поэтому важно, что человек находится в нормальном состоянии и он не опасен, не инфицирован для окружающих, да, то есть у него не должно быть туберкулеза, гепатитов, у него должны быть чистые мазки на дифтерию, на кишечную группу. То есть это обязательно. Ну и сейчас, конечно, в период пандемии обязательно издача анализа на коронавирус. Где-то видела фотографии из вашей обители, где сидят бабушки, увлеченно рисуют акварельными красками, с ними занимаются сестры. А вообще, вот смысл таких занятий, это просто развлечение? Что это? Нет, это не развлечение, это профилактика деменции, это стабилизация деменции на том уровне, на котором находится. Понятно, что деменция не лечится, но наши сестры проходили обучение в нашем институте общественного здоровья, имеют компетенцию по оказанию социально-медицинских услуг, да, по ведению людей вот именно с деменцией, да, специально обучались, и все тренировки, все занятия, они направлены именно на то, чтобы остановить процесс старческого слабоумия. Потому что это тема большая, это тема, наверное, отдельной передачи, да, болезненная, потому что очень мало и материала, наверное, вот такого практического можно найти по профилактике деменции. Этим мало кто занимается по профилактике, стабилизации, это целый мир, целая история. Я как-то встретила выражение про обитель, пишут «место, где обнимают стариков». Почему недостаточно просто вовремя поменять памперс, принести еду, как, в общем-то, делают в больницах, скажем так, да? Ну, это просто медицинский факт, когда, ну, прям вот есть работы психологов, которые степени защищали, про то, что дети, с которыми разговаривают, развиваются лучше и быстрее. Дети, которым читают, дети, которые… Ну, то есть можно же просто посмотреть, чтобы ребенок был в безопасности, сухой и получал свои нужные калории, которые тоже просчитаны. Но всегда есть вот то, что вот не сводится просто к банальному физическому хорошему самочувствию. Хотя я сказал, банальному – это для многих недостижимо уже с какого-то момента, а для кого-то даже уже с детства. Поэтому, разумеется, должно быть попечение еще и о внутреннем мире. То есть некая такая забота, предложение подумать о душе, опять же. Тут вот тоже тонкий момент, когда мы говорим там, когда при обители есть храм, но исповедь не является обязательным моментом. Посещение богослужения тоже не является обязательным. И не все насельники это делают, да? Да, и, собственно, не всем нужен священник. То есть в этом случае это просто, ну, такое служение церкви, которая говорит, что вот мы здесь, мы рядом, если что, то можем поговорить и об этом также. Ну, и, разумеется, это тоже большое такое испытание для психики, когда человек в уже немолодом возрасте попадает вот так вот радикально. Вот не все радуются. И там период адаптации, период привыкания к новым людям, к отсутствию родственников и так далее. То есть в этом плане действительно очень большую роль играет психологический климат. И сестры о нем заботятся, рискну сказать. Вы сказали о профилактике деменции, о занятиях. И мы вот видели одного из ваших насильников, которого выписали из больницы умирать. А у вас он мало того, что встал, пошел, но еще и влюбился. И влюбился. И еще и может быть женится, да? Вообще мне сказали, что мы тут, Ольга Вячеславовна, нам комнату дайте отдельную. Ну, вам есть о чем подумать, да? Комнату нам дайте отдельную. Я говорю, ну, не можем, церковь, это блуд. Ну, тогда мы, наверное, будем уезжать, съезжаться. Вот так вот, терять насильников. Ну, хорошо. А все-таки вот на самом деле сколько этих чудесных историй. В том смысле, что вот эта профилактика, вот эта любовь и забота, они действительно творят чудеса и возвращают людей, ну, даже к здоровью, скажем так, да? Уж не говоря к жизни, конечно же. Ну, чудеса творит Господь. Вот. И я считаю, что здесь очень важным фактором является совместная молитва. Мы же каждое утро начинаем с молитвы и молимся поименно за каждого из своих насильников. И за живых, и за ушедших, за почивших. То есть, и это огромная сила, самая большая сила на земле – это молитва. И сестрам я на утреннем молебне часто говорю, что каждый человек, который у нас проживает, это есть Христос. Поэтому ухаживать за ним нужно как за Христом. Вот если, что бы вы сделали для Христа, будь он сейчас вот на той или иной кровати, вот то должны вы делать для каждого человека. Тогда вы будете не лямку тяжелую тянуть, а тогда у вас будет радость в жизни. Тогда вы обретете смысл жизни, радость настоящую, внутреннюю, божественную радость. И тогда не будет уныния, не будет усталости, не будет выгорания. Служить Христу, для Христа и ради Христа. Но, тем не менее, когда такая тяжелая работа, такое тяжелое служение, все равно, наверное, ждешь какой-то благодарности. Но хочется ее в любом случае. Каждому человеку добрые слова нужны. Получаешь их, безусловно, не всегда, поскольку люди все разные, тем более люди больные, что там говорить. А вот с этим-то как справиться? Вот здесь как не выгореть? У нас прям буквально минутка осталась. Вот можете этот вопрос нам? Ну, в этом случае только общихристианские рекомендации, что христианин, он знает, что он предстоит Господу. И, соответственно, он потом от своих дел или прославится, или постыдится. И, соответственно, есть вот это измерение, не только горизонталь, но и вертикаль также. И вот христианин думает о вертикали, моменты слабости, и отчаяния, и уныния. И, ну, это помогает. И прям буквально два слова. У вас были планы сделать, скажем так, стационар дневного пребывания, чтобы своего дедушку, бабушку можно было днем поместить к вам, хотя бы вечером уйти на работу. Мы не оставляем этих планов. Отлично. Тогда, наверное, это будет уже тема нашего следующего разговора. Благодарю вас за этот искренний разговор. Ну, а нашим зрителям мы желаем здоровья, добра и веры. Спасибо.